очень важная тема все доброе утро и в фейсбуке у нас есть уроки спасибо всевышнему и в ютюбе спасибо всевышнему и в телеграме спасибо всевышнему и спасибо вам что вы приходите на вроде чтобы поддерживаете уроки есть у нас очень много друзей вайкра спонсоров вайкра партнера вайкраф то есть мы вместе делаем большое дело очень и сейчас я только подумал вот у нас есть слава богу уже спонсор на чат благодарности чат-бот и вот эту книгу мы введем прямо туда 100 практических советов будет то есть чтобы человек который хочет научиться благодарить и практиковать это благодарность чтобы у него прямо в чат-бот в телеграме каждый день приходил совет такой да микро урок что делать как делать как благодарить и все это будет собираться в общем очень сильный бот мы сейчас делаем до якорь шатанин передай еще раз спасибо спасибо спонсору на звук телеграм что ли нету раз раз это звук телеграм вроде включен не знаю почему не то должен быть должен быть звук телеграм нет звука в телеграме кто еще нас слушает телеграм нет звука да почему то сейчас попробуем настройте почему же нет звука уровень вода 1 1 1 микрофон показывает что есть микрофон 1 1 1 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 есть звук 1 1 1 1 1 2 3 4 5 смотрите если нет я как тут показывает что все включено не знаю почему нету звука если нет то переходите в да да но я не знаю у меня написано что включена а как еще раз включить перед перри заходить 1 2 3 4 5 1 2 3 4 по нажатию так раз раз два три 4 5 микрофон показывает что работает 1 2 3 4 5 есть звук нет звука в телеграме да вот сейчас нету 1 2 3 не знаю это что-то стиль экран но могу давайте перезайду попробую перезайду может быть сейчас будет так пробуем телеграмм ух этот телеграмм только им спасибо сказала не вот так вот некрасиво да звука у нас нету ну-ка раз-два-три-четыре-пять раз-два-три картинка есть вот сейчас наверно и звук до раз-два-три-четыре-пять час он прямо пробудился звук ух этот телеграмм хорошо значит мы продолжаем изучать тему благодарность появился слава богу есть звук отлично видите спасибо всевышнему главное никогда не отчаиваться нет звука попробовали есть звук и благодарить всевышнего из-за то что нет звука благодарить и за то что есть звук благодарить сейчас есть звук теперь у нас сегодня 20 25 урок 25 урок и в двадцать пятом уроке продолжает равшалом аруш тему тему которая называется страдания проблемы и вот он говорит такую вещь опять он повторяет что слова моего учителя говорит он рабе нахмана все страдания лишь от того что у человека отнимается разумение и он не может посмотреть на конечную цель где все благо ведь если у него есть разумение он видит замысел свершнего то не будет испытывать никаких страданий значит и если он знает и верит что все к лучшему тогда у него появляются силы и возможность устоять жизненных испытаниях теперь смотрите что получается во первых рабе нахман он очень страдал всю жизнь он умер молодым от туберкулеза у него до этого умерла жена умерли дети он страшно страдал всю жизнь и он вот вся вся его тора рабе нахмана из бреслова до который сейчас затем в ум они ездят 40 тысяч человек на рожа жена на новый год но большинство людей не знают о чем они туда ездят кто это рабе нахман рабе нахман это был великий раввин он жил в 1850 20-х годах 1820 30 год примерно он жил и может даже 50 1850 и он умер ему было около 40 лет и он оставил огромное учение именно вот это вот позитивная такая позитивная невероятная подход к всевышнему к богу к жизни и поэтому вот очень много людей сейчас его последователи то есть люди которые его последователи которые особенно становятся бресловскими хасидами они это часто люди которые находятся в очень тяжелых жизненных обстоятельствах вот например равшал маруш сам да он тоже как он стал религиозным до этого не был религиозным он учился в университете в служил в армии а потом у него вдруг все его друзья вертолет с тем он служил и во время войны ливанской все погибли и он как-то он вдруг подумал что вся вот эта вот жизнь и которая обычная такая да жизнь она какая-то вот она вдруг в одну секунду может закончиться а тогда становится бессмысленным все там цели беготня суета и так далее потом что-то начал болеть потом у него еще что-то было то есть он попал в такой духовный кризис смысловой кризис физический кризис и вот он в этот момент нашел как раз тора раби нахмана и раби нахман говорит смотри что страдания от того что человека отнимается разумение что все на самом деле благо ты просто увидеть не может это благо если ты его сможешь увидеть тогда у тебя появляются силы и возможности устоять в любых жизненных испытаниях и он вот стал бресловскими хасидом все и он дальше очень сильно эту идею развил он развил эту сильную идею у него множество последователей он написал много книг вот мы сейчас изучаем одну из его книг и он говорит вот одна женщина говорит у меня есть одна ученица сказала мне что без слушания моих уроков записанных на дисках она бы покончила собой она говорит такая трудная ситуация муж запутался в долгах перед какими-то темными субъектами перед мафии да и она держится лишь благодаря моим урокам но всякий раз трудную минуту и приходит чудесная помощь и таких свидетельств множество то есть как это работает вот человек человеку у него тяжелая ситуация да ну допустим заболел вот он заболел теперь у него два варианта мышления первый вариант мышления все за что это мне за что мне это наказание что это за жизнь такая все безысходность что никто меня не любит никому я не нужен и он начинает себя еще еще он начинает себя закапывать 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 вот этими мыслями теперь что он нам предлагает он предлагает увидеть бы увидеть в этом до намерения всевышнего какое-то позитивное да и и что значит что он может думать он думать спасибо всевышнему что послал мне эту болезнь спасибо спасибо что вот обратил на меня внимание и послал мне эту болезнь, да? Ну, я просто сейчас фантазирую. Вот я понимаю, что ты мне хочешь только добра, и этим, что ты послал мне болезнь, ты тоже, наверное, хочешь мне добра. Какого добра ты мне хочешь? Я хочу это увидеть. Я хочу увидеть то добро, которое ты мне оказываешь. Вот люди, например, вокруг меня, да? Вот я теперь увидел действительно, кому я нужен. Кто меня проведает, кто меня... А если никто не проведал? Я вижу вот теперь, что из-за того, что я никого не проведовал... А-а-а, так вот теперь меня никто не проведает. А вот я вижу, что из-за того, что я там не... Ну и так далее. То есть человек, он увидит множество, то есть и он, у него появляются силы это исправлять. И в этот момент приходит чудесное спасение, так он утверждает. Дальше он пишет такую вещь, что... Значит, если ты помнишь это, если бы, особенно во время испытаний, когда, как уже говорилось, человек лишается разумения, ему следует укрепляться в вере, и всевышний благ, и в мире нет никакого зла, тогда ты узнаешь, что именно сейчас тебе послано великое благо, и ты укрепишься в вере в Творца и возблагодаришь его. Теперь смотрите, как это работает. Действительно, спасение может прийти в любой момент, в любую секунду. То есть в любую секунду ситуация может поворачиваться, разворачиваться из самой плохой в самую хорошую, из самой хорошей в самую плохую. Есть вопрос в том, что ты-то сам что выбираешь? Верить, что все будет хорошо, или верить, что все будет плохо? Верить, что все для твоего добра в этом мире, или верить, что все для твоего зла? Вот это выбор. Дальше он приводит, есть такая книга, в которой называется она «Седр Ильяу раба». Это высказывания пророка Ильяу, которые каким-то образом были собраны в эту книгу. И там приводятся от пророка Ильяу такие слова. «Пусть станет человек посреди ночи, благословит, восславит, возвеличит, превознесет и осветит имя того, по слову которого возник мир. Благословен он, как сказано, как царь Давид говорил в Псалме 119, 62-го отрывок. «В полночь стою я, благодарить тебя за суды твои праведные». Что такое праведные суды? Это обвинения и страдания, которые на самом деле представляют собой благо и милость Всевышнего. Получается, что если человек, на него идет какая-то мера суда, что-то ему, ну вот, ему реальные какие-то проблемы. Нет денег, потерял работу, что-то проблемы со здоровьем, какие-то, ну так, какие-то есть проблемы. Приходят проблемы. Что такое проблема? Проблема, она как болезнь. Это проявление какой-то системной ошибки в организме. Болезнь же, она приходит, когда есть какая-то предпосылка. Духовная или физическая. Или эмоциональная, да. Теперь приходит, как следствие, приходит, как следствие, какая-то проблема. И в этот момент у человека есть два варианта. Первое – гневаться, сопротивляться, выступать против Всевышнего. Второе – это принять, поблагодарить. И осознать, что это к его благу. Но это очень сложно, это очень высокий уровень, да. Но пусть человек посмотрит на себя и поймет, что когда святой благословен он наказывает детей своих, это несомненно справедливо. Разве есть на свете человек, который хочет зла своим детям, Боже упаси. Так и великий Отец Небесный желает лишь нашего блага. И дальше приводится в книге высказывание Ильяунови, пророка Ильяу. И говорится так. «Каждый, кто благодарит за страдания и радуется им, дается жизнь в этом мире и в мире бесконечном. Как сказано, в Эдерахахаим, тохахот мусар». Это в Мишли, в речах царя Сармона написано, что «Кенер митцва, каждая заповедь, она как свеча». «Ветора ор». «Тора» – это свет, который нам освещает вот эту вот темную реальность и показывает, как все работает. Вот то, что мы сейчас узнаем. «Идерахахаим, путь к жизни, тохахот мусар». Нравственные увещевания и вот эти вот проблемы. Путь к жизни. Дальше он говорит такую вещь, что в Мишли, тоже в притчах царя Сармона написано в 3 главе 12 отрывок. «Того, кого Бог любит, того наказывает». «Того, кого Бог любит, того Бог наказывает». Так написано в притчах, можете проверить. Хорошо, у нас есть бот Мишлей, притча у нас есть бот. Вы можете зайти в бот, набрать там комментарий отрывка, 3 набрать, 2 точечки, 12. И вам откроется комментарий отрывка. «Тот, кого Бог любит, того он наказывает». И дальше написано, что страдания, которые приходят к человеку, это они приходят со стороны блага и милосердия Всевышнего. Стоит пристально изучить все лечения автора этой книги, что, ну и тогда ты поймешь, что Всевышний стремится к искуплению и пробуждению человека в этом мире. Поэтому следует благодарить его за страдания. Дальше он приводит еще такую вещь, что есть какие-то проступки, вот человек делает, есть разные виды преступлений. Есть такие преступления, которые исправить уже невозможно. Самый яркий пример приводится, это незаконно рожденный ребенок, который родился от связи замужней женщины с посторонним мужчиной. Он уже родился, уже ты как-то это исправишь, что ты можешь сделать. То есть это конкретно рождается человек, который по закону товары, он уже незаконно рожден, он может жениться только, например, на таких же незаконно рожденных. То есть уже как бы это реально должно остановить вот эту вот женщину, этого мужчину от совершения этого преступления в небрачной связи. Поэтому такой закон, чтобы они подумали, что это нельзя будет исправить. Или кто-то кого-то убил и потом раскаялся. Вот он убил, потом думают, блин, как я мог его убить, зачем я его убил? А уже же не можешь обратно его, может ты не оживишь? Он говорит, есть такие вещи, которые человек не может исправить. Это написано в книге Зоар. Поэтому рекомендуется радоваться всему происходящему с тобой и благодарить Всевышнего за все страдания, постигшие тебя до сих пор. Почему? Дальше написано в книге Зоар, что когда человек радуется приходящим страданиям и благодарит за них, он исправляет все, что следует, включая то, о чем он даже не знает. Понятно, да? То есть он говорит такую вещь, я это слышал от Равыцка Казильбера, он рассказывал такую историю, что однажды он в Таштенте переносил ночью одним именно бресловским хасидом, переносил какие-то святые книги, там куда-то они их забирали, прятали. В общем, что-то он делал, какое-то святое дело ночью. И этот бресловский хасид упал и разбил колено до крови. И он, я прям помню это он рассказывал, и говорит Равыцка, что этот бресловский хасид начал танцевать и радоваться. Он ему спрашивает, а что вы радуетесь? Он говорит, вы знаете, вот я уверен, что я сейчас, вот теперь я понимаю, от чего он радовался, я сейчас искупаю какие-то такие свои грехи, о которых я даже не знал. Такие свои грехи, которые я бы без этого не мог искупить. Я сейчас занимаюсь святым делом. Упал, разбил колено до крови. Значит, это Всевышний мне сейчас дает возможность искупить то, что я без этого бы не мог искупить. И он танцует, радуется, счастливый, вообще спасибо Всевышнему. Вот сейчас мы узнали, что это он, оказывается, действительно учил книгу Зоар, учил Кабалу. И поэтому он понимал, какая высокая ценность есть в этих страданиях для очищения своей души, для искупления своей души и для предотвращения будущих страданий. Тут весь вопрос в том, что когда у тебя есть страдания сейчас, то это страдание сейчас может стать последним страданием, или оно может стать началом следующих еще больших страданий. Вот и весь выбор. То есть человек, который смотрит на ситуацию и говорит, да, например, да, болит нога, ой, болит нога, блин, прям убил бы кого-то, да, и идет, и кого-то убивает, и потом садится на 10 лет в тюрьму. Значит, у него болела нога, он, значит, от этого, как сделал вывод, прям убил бы кого-то, да, то есть он хочет это зло, он злится на ногу, злится на Всевышнего, потом он идет, кого-то убивает и садится в тюрьму. Это одна цепочка. Вторая цепочка, ой, болит нога. Да, слава Богу, что нога болит, спасибо Всевышний, что нога у меня болит. Вот ты меня любишь, вообще не забываешь, то нога, то рука, все, ты вообще, спасибо тебе Всевышний за то, что ты на меня обращаешь внимание, вообще, что я живой, что я боль чувствую, да, потому что если бы человек боль не чувствовал, он бы умирал бы сразу. Ну что ж, болит нога, надо что-то делать, это мне знак, что надо в конце концов начать спортом заниматься, зарядочку делать, все, начинаю, спасибо Всевышний за такой знак мне, да, ох, классно, да, Всевышний. Еще надо, наверное, кого-то проведать и кому-то сказать спасибо. Может, я кому-то спасибо не сказал, может, я массажисту спасибо не сказал или кому-то я спасибо не сказал. Все, пойду сейчас всем на всякий случай, я сто раз скажу спасибо. Пошел, сто раз сказал спасибо, вместо, чтобы убить кого-то от злости, сказал спасибо. Из этих ста, кому он сказал спасибо, оказалось, кто-то врач, и он ему говорит, слушайте, вы такой добрый, хороший человек, а что вы хромаете? нога болит а я как раз врач этот самый хиропракт остеопат значит вот давайте вас часто хрустну разомну его даю вам упражнение вот профессор неумывайте начинайте при приседать по профессору неумыватину он начал приседать и значит пошло поехало выздоровел похудел женился значит и как раз на этом враче и женился все дорогие друзья это вот такое есть понятно да разное а каждый сам себе выбирает то есть понятное дело что каждый сам себе выбирает в этом есть свобода выбора как ко всему относиться выбор или я вижу ищу полуполные стаканы или ищу полупустые или ищу кого поблагодарить или ищу кого поругать и сегодня как раз тоже совпал 25 урок практически из книги равзелига плистина он нам дает очень практический инструмент называется 25 урок что человек может рекогнать как бы не оценить от четко определить что у него было после того как он это потерял он говорит такую вещь после того как мы теряем что-то намного легче для нас понять ценность того что мы имели то есть очень часто бывает что человек в зрелом возрасте понимает как пустую у него прошли годы его молодости он начинает о них жалеть когда у него уходит кто-то из близких знакомых значит он или родственников не дай бог да чтобы всех были живы в листе родственники но он думает как же их не ценил как же я не не успел им сказать всего хорошее там то что и бывает что чем действительно ценит насколько хороша была ситуация до этого только после того как как он это теряет да и после этого говорит трава зелек плистин что у человека есть два варианта реакции первый вариант реакции это усилить свой стресс и эмоциональную яму и сказать почему я не ценил и не был благодарен это так плохо что я понял это так поздно я потерял такие возможности ценить это и моя недостача my lack of gratitude моя недостача играть этого кратитюда благодарности настолько большая проблема моей жизни и значит сейчас у меня еще меньше есть чтобы быть благодарным я потерял все эти возможности быть благодарным и он может еще углубить свою свою эмоциональную яму берем говорит второй вариант другой значит второй вариант другой какой второй вариант я должен был быть более благодарным прежде это факт то есть когда человек теряет что-то и он понимает что уже сейчас он понимает насколько это было ценно для него насколько важно то фактом является что да мне надо было быть более благодарным раньше сейчас айдон хэй вот и хэй пифо сейчас у меня нету того что у меня было раньше но у меня есть огромное количество сейчас вещей за которой я могу быть благодарен и из того что раньше мне не хватало благодарности я не благодарил и не ценил то что было из этого я делаю вывод какой что я буду сейчас благодарен инзе презент в настоящем я буду благодарен за все что у меня есть сейчас я уже не допущу чтобы в будущем я сказал их почему они ценил это почему они был благодарен их почему я не ценил как а здесь ну вот в солдат погиб один солдат его приехала мама из франции и она сидела шива с его фотографией плакала и говорит как я не мог как я раньше не говорила как я его люблю если бы я сейчас могла вернуть время я бы ему говорила каждый день каждый час каждую минуту как я его люблю но понять нельзя понятное дело но но сейчас есть у каждого из нас близкие которые мы до можем это сказать то есть это 2 2 вот это вот как сказать второй способ мышления что сейчас я уже не упущу возможности быть благодарным то что мне есть и он приводит рассказ что один пожилой человек которого он знал он одинокий он живет один у него много физических проблем и у него нет денег и он все равно очень в хорошем настроении всегда и все время хэппи я спросил его говорит равделик пистин как он может испытывать такие позитивные эмоции несмотря на все все трудности которые есть его жизни как он такой веселый счастливый и он не сказал мне сказал очень важную вещь когда что-то идет хорошо в твоей жизни ты можешь быть благодарен за это весь остаток своей жизни и у меня было счастливое детство и у меня было очень счастливое детство и оно и осталось счастливым не важно что со мной сейчас. Но я могу быть благодарен за счастливое детство. Всю свою жизнь я благодарен за нее. Я, говорит, благодарен за все позитивные воспоминания, которые остались у меня от моей жены, которая уже не со мной. Я могу быть благодарен за все те вещи, которые люди делали для меня на протяжении всей моей жизни. И, значит, I am grateful towards a no longer love, то есть, он говорит, те люди, которым я благодарен, многих из них уже нет в живых. Но моя благодарность с ним останется со мной навсегда. То есть, это то, что он ему ответил. Я его спросил тогда, а разве это не сложно поддерживать чувство благодарности за то, чего у тебя нет с тобой сейчас? Он говорит, нет, вообще не сложно. Это просто привычка, привычка мышления. Она автоматическая. Точно так же, как многие люди, они злятся на людей, которых уже нет в живых. И они злятся на людей, которые не находятся рядом с ними. Они тянут с собой воспоминания негативные. И они наполняют себя вот этим негативом. Точно так же, говорит, можно это ничуть не сложнее, значит, поддерживать позитивные воспоминания, позитивную благодарность и вспоминать хорошие, позитивные вещи из прошлого. Так он ему ответил. Это тоже инструмент очень хороший. Если превратить его в инструмент, я вот сегодня, когда читал, готовился к уроку, я подумал, что когда, то есть, нужно обязательно записывать ежедневно благодарности сегодняшние. Но, возможно, каждый день вспоминать хотя бы одну вещь из прошлого, за которую ты благодарен за прошлое. Таким образом, повторение «Мать учения» ты будешь их активизировать, вещи из прошлого. Ты будешь их каждый день вспоминать по одной вещи. То есть, писать надо минимум три вещи, за что я благодарен сегодня Всевышнему людям. Люди это посланцы Всевышнего. И одну вещь из прошлого. Таким образом, за год вы будете вспоминать 365 вещей, из своего прошлого, за который вы благодарны. Получается, что вы будете активизировать эти вещи в своей памяти, в своем мышлении. И получается, что весь внутренний мир будет наполнен благодарностью, благодарностью Всевышнего. А это ворота, это самый такой вход в соединение со Всевышним. А Всевышний восполнит, как мы говорим в утренней молитве, есть такая фраза, я всегда ей благословляю людей, если хочу благословить, что Всевышний сказал Архев Пиха, открой свой рот, да, скажи, Ваамалеу, я наполню его. То есть, когда ты прославляешь Всевышнего, и ты говоришь спасибо, 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 то Всевышний тебя наполняет. И он наполняет все, чего тебе не хватает. Получается, что, чтобы Всевышний заполнил такое благословение, чтобы он выполнил все запросы твоего сердца для твоего добра, чтобы Всевышний выполнил все запросы твоего сердца для твоего добра. Но если ты просишь, то то, что ты просишь, проверяется, отдаешь ли ты столько, сколько ты просишь, да, то есть, это все очень работает в равновесии. Но если ты благодаришь, и ты не просишь, то Всевышний сам заполняет то, то, что происходит. И сегодня в недельной главе тоже была очень красивая вещь, когда Авраам помолился за Авимелыха, и чтобы Бог открыл Авимелыху, то есть, когда Авимелых забрал Сару у Авраама в плен, то Бог закрыл ему все отверстия, и у него он не мог, ну, то есть, у него закрыло все отверстия, которые были у него и у всех его прислужников. Потом он попросил Авраама помолить за меня, и Авраам за него помолился, чтобы он выздоровел, и после этого запеременела Сара и родила ребенка. И пишет там Раши комментарий, что именно отсюда из Тора мы видим, что тот, кто молится за другого в том, что нужно ему самому, Всевышний ему отвечает, тому, кто молится. То есть, это тоже очень интересный вопрос, момент работает как благодарность. Когда ты благодаришь Всевышнего, ты ничего не просишь, Всевышний тебе дает то, что тебе не хватает. Когда ты просишь за кого-то то, что нужно тебе, но не просишь за себя, то, опять же, эти ворота всегда открыты. То есть, это ворота добра, это не то, что дай мне, дай мне, дай мне, это ворота дай ему. И через эти ворота ты заходишь к Всевышнему, и Всевышний наполняет тебя в первую очередь. Это очень тоже важная вещь. Благодарность и молитва за других. Все, я за вас молюсь, чтобы Всевышний выполнил все ваши запросы вашего сердца для вашего блага, чтобы вы были здоровы, чтобы вы были счастливы, чтобы вы были благодарны, чтобы вы были веселы, счастливые благодарные чтобы было благополучие чтобы у всех были деньги хорошие семьи чтобы все хорошие добрые люди благодарили всевышнего несли вокруг добро и свет и всевышний вас наполнял огромными огромными ресурсами для счастья чтобы другие смотрели и видели вот этот человек добрый благодарный веселый ему всевышний все дает удачи успехов до завтра